Зрителям, а в нашем случае слушателям, всегда интересно заглянуть за кулисы. Что мы сейчас и сделаем. Пойдемте с нами. Оперативная информация на радиолема Аэропорт сообщает серии Солита по расписанию. Каждый рабочий день ведущая новостей Юлия Рогодская находится в центре событий. Ни одна важная новость не проходит незамеченной. Юлия признается, даже в выходные ей сложно находиться вне информационного поля. Но это радиоведущей даже нравится, ведь именно о такой работе девушка мечтала всегда. Новости выходят каждые полчаса, и эти новости мы стараемся не повторять. Есть, конечно, какие-то темы, которые нужно повторять, но все равно они как-то по-другому обрабатываются, какими-то другими словами произносятся, чем-то дополняются. Мы следим за развитием ситуации. И постоянно ты находишься на лентах, постоянно ты находишься в информационном поле, но это чисто сила привычки. Оксана Якуш работать на радио стала уже будучи телеведущей. И только что открывшаяся тогда радиостанция ВИБИСИ находилась по соседству с работой Оксаны. Все началось с озвучивания рекламных роликов. Затем состоялся и первый радиоэфир. Директору мне было предложено выйти в эфир. Я вышла, подумала, что нужно все делать задорно, громко. Директор сказал, что не надо в эфире устраивать пионерскую зорьку. Постепенно я начинала себя пробовать, расти, и постепенно стала параллельно работать и на телевидении, и на радио. Собственно говоря, до сих пор я этим и занимаюсь. Александра Смолина и Екатерина Демина – бессменные ведущие утреннего шоу «Женская сборная» на радио ВИБИСИ. Когда большинство горожан только начинают просыпаться, они уже в эфире и делают все, чтобы утро радиослушателей было позитивным и наполненным полезной и интересной информацией. А разбудить свои голоса радиоведущим помогает специальная зарядка. В конце апреля на ежегодной бизнес-премии «Торговая марка года» радио ВИБИСИ стало обладателем золотого приза в номинации «Популярный бренд Приморского края» и серебряного приза в номинации «Сила бренда». Но, конечно, главная награда для работников любой радиостанции – это любовь радиослушателей. И в свой профессиональный праздник в первую очередь они обращаются именно к ним. Поздравляю всех радиослушателей, потому что вы – это главное, что есть на радио. Потому что мы работаем для вас, и без вас бы тоже не было радиостанций. Анна Бережная, Андрей Макаров. Новости на Восьмом.